Здравствуйте, я ваша соседка, у меня проблемы с вайфаем. Здравствуйте, а я здесь при чем? Так это же ваш вайфай, у меня проблемы с вашим вайфаем, вы пароль установили. В смысле? Да что так? Я три года здесь живу и счастливо пользуюсь своим вайфаем. Сейчас ты пароль поставил. Да что, необходимость какая-то была устанавливать пароль, а? Так, подождите, еще раз. Что вы говорите? Что? Короче, либо ты даешь мне пароль, либо я тебе нахрен отключаю тут все полностью. Так, а вот сейчас я не понял. Вы что, используете мой вайфай? Вот все, что у тебя дома, это твой вайфай, а все, что улетает в подъезд, это наш общий вайфай. Варианта два. Либо ты даешь мне пароль сейчас, и мы пользуемся, да? Либо я нахрен тебе сейчас все перерубаю, я тебе обещаю, я тебе обещаю. Ах, вот оно что. Ну только проблема в том, что я-то плачу за свой вайфай. Поэтому и установил на него пароль, потому что заметил в последнее время, что у меня херово все работает. А оказывается, это вы подворовываете его. Ну да, ну че, ну да, ну допустим это я была, и че, ну дальше. Еще много у тебя работы, ну зайди ко мне, да, по-соседски, просто попроси, скажи, соседка, не пользуйся вайфаем моим. Поставь на паузу, я поставила его. Че? Слушай, вот мое мнение, не по-соседски ты, сосед, поступаешь вообще. Вот закройся дома, шторы, дверь все, вот сиди. А все, что за пределы, вот квартира выходит, вот этот твой вайфай, это уже общий, это уже общий. Знаете что, а идите вы нахер, нахер идите, да, за пределы моей квартиры. Где-то он там бегает, этот хер. Можете его поймать бесплатно. Да-да-да, давайте, давайте отсюда, давайте. Че? Че охренел? Да иди ты нахер, нахер!